дорогие друзья всем огромнейший привет сегодня после работы я зашел за покупками в пятерочку купить кое-чего на ужин и уже стал готовить правые овощи и котлеты хотел заострить ваше внимание на том сколько сейчас стоят вообще фрукты я давно не снимал эти обзоры своих покупок они как-то вышли из моды но сейчас просто такой вот экстраординарный выпуск моего блога и так смотрите цены вот у меня чек из пятерочки первым делом у нас идет помело за вот эту вот фруктину она обошлась в 486 рублей практически 500 рублей просто за один какой-то долбаный цитрусовый фрукт который ну недалеко ушел от какого-нибудь банального апельсина или грейпфрукта я вообще не понимаю за что такие дерут деньги если вот 10 лет назад когда я познакомился с этим фруктом и полюбил его она стоила ну типа там 80 рублей за такую приблизительно штуку потом она стала 120 стоить рублей ну типа 80 120 до дорого за одну штуку но ну такие приемлемые деньги которые ты можешь платить я все понимаю что растут цены на все за 10 лет все изменилось там вырос курс доллара но блин камон он вырос не в пять раз курс доллара все-таки если он был там типа 29 30 там сейчас там 60 70 это не в пять раз должна вырасти цена за что вообще дерут просто 500 рублей вот за эту вот одну фруктину ну ладно можно сказать что это какая-то экзотика хотя на самом деле я не считаю это экзотик это не какой-то там драконий фрукт это и блин не тамарин какой-то такая баба нальщина мне кажется как лимон апельсин мандарин идем дальше вторым номером у нас идут свити конечно же они побюджетнее немножечко они уже у нас стоят за килограмм не 264 149 и обошлись всего за за две фруктины 79 рублей но тем не менее ребята в принципе это свити это помесь грейпфрукта и помела и где-то она называется даже помелит у нас не называется свити знаете мы тоже вот за две фруктины вот такие небольшие простите 80 рублей практически что в них есть так просто открыл как бы и съел скушал сразу сразу чуть ли не две штуки может можно съесть если помела она большое ну большое но бестолково на самом деле здесь еды две трети то есть одна треть здесь шкуры здесь кстати говоря тоже вот конечно не осилишь за один раз я его съедаю за два-три присеста еще там жена помогает но все равно 500 рублей ты платишь и здесь одна треть просто шкур за что дальше дальше у нас идут мандарины за килограмм подешевле конечно 109 рублей 110 и вот эта сетка обошлась 141 рубль рубль тоже как бы дело такое недешевое что тут горст этих мандарин которые можно пощелкать за два вечера и что за это тоже 141 ну 100 100 150 рублей за сетку мандарин я блин я все понимаю как бы да что цены растут все растет но кому он ребята 500 рублей 500 рублей что можно купить за 500 рублей 300 рублей можно купить килограмм свинины нормальный и еще останутся 200 рублей на какую-то картошку туда-сюда и ты можешь приготовить целое полноценное блюдо а тут просто одна фруктина 500 рублей вот она я не бедный человек не нищий то есть я зарабатываю деньги я могу себе позволить купить но я так сейчас посмотрел 500 рублей ну окей я сейчас купил но в следующий раз и так посмотрел 500 рублей нет наверное все таки я не буду его покупать тогда когда мне хочется уже как бы вот так через раз себе куплю или там раз в квартал и так далее и тому подобное жизнь идет дальше наверно будет и дальше дорожать и потом через десять лет я так скажу сколько она будет стоит тогда еще в пять раз подорожает будет уже там две две с половиной тысячи что ли стоит и мы будем покупать себе цитрусовый фрукт наверно как советском союзе мандарины были на новый год наверно также помылось это купишь тогда за две с половиной тысячи потом через десять лет на новый год под елочку положишь и маленькими ломтиками будешь смаковать его вот ребята такие цены стали на фрукты мы постоянно слышим что ну надо исключать из еды какие-то полуфабрикаты надо есть меньше мучного надо есть меньше всяких крахмальных всяких вот этих картошек надо есть больше овощей и фруктов но глядя на такие цены что можно сказать можно сказать что фрукты это не еда фрукты сейчас на данный момент в россии это предмет роскоши ну и конечно же вы вам всем наверняка интересно что я купил еще но пакет пятерочка цветной капусты я купил на 100 рублей сейчас она парится дальше там что-то но возле кассы были шпроты типа по скидке я взял 90 рублей и две подложки фарша по 150 рублей на 300 рублей фарша сейчас наделал из них как раз котлет которые вы могли видеть и того вроде бы ничего не купил просто фруктов фарша блин с на капустой 1200 рублей улетела из бюджета семьи вот такие вот сейчас ребятки цены буду дальше готовить ужин мыть посуду завтра на работу всем спасибо за внимание пишите в комментариях что об этом думаете ставьте лайки подписывайтесь на канал и пока до новых встреч до новых видео